Продолжение следует... Чтобы забраться на вершину Олимпа, девушке пришлось пройти не одно суровое испытание. За плечами Анны несчастье. Подросткам она попала в жуткую аварию. Судьба была беспощадной только к девушке. Среди пяти пассажиров пострадала лишь Аня. Жить нужно было учиться заново, только теперь на инвалидной коляске. Когда ты выползаешь с четырех стен из дому, с больничной палаты, боишься взглядов окружающих на тебя со стороны, и тут видишь такую красоту, то есть начинается новая жизнь. Истинные чудеса творит Белорусский фонд помощи спортсменам-инвалидам. Этот центр помогает людям с особенностями находить в себе силы жить, покорять паркет и добиваться грандиозных успехов. Давай покручь поездку. Вращение. Еще чуть-чуть вперед. За 25 лет работы Белорусского фонда помощи спортсменам-инвалидам здесь прошли реабилитацию около 12 тысяч человек. Мы смотрим состояние двигательных функций, мы смотрим физическое состояние, мы изучаем, прежде чем приступить к работе, как давно люди получили травму. В танцах на колясках есть два класса. Первый класс и второй класс. По уровню травмы, по высоте травмы. Первый класс – это девчонки-мальчишки, которые могут сделать меньше, то есть они менее чувствуют свою спину, нежели второй класс. Анна Иванова на инвалидной коляске передвигается с детства. Занимается хореографией уже почти 20 лет. Еще восемь воспитывают маленького сына. Девушка – яркий пример, когда искусство танца дает эффект социальной реабилитации и даже помогает устроить личное счастье. Воспитанники центра уже создали 22 семьи. У них родились 17 детей. Душа твоя летает, она раскрывается, и ты не чувствуешь под собой, наверное, ничего. Чувствуешь, наверное, такой паркет, музыку, положительные эмоции, этот драйв. Беларусь первой на постсоветском пространстве стала развивать танцы на коляске. За все время белорусские спортсмены завоевали свыше 130 медалей. В фонд обращаются люди с инвалидностью не только из разных городов Беларуси. За помощью в постижении танцевального искусства приезжали спортсмены из России и даже Азербайджана. Это была моя давняя мечта. Я раньше смотрела бальные танцы, но когда села на коляску, я мечтала танцевать на коляске. В обществе человек с инвалидностью воспринимается как больной. В этом центре я смогла почувствовать и доказать не только себе, но и другим людям о том, что я могу реализовывать себя в танцах, в искусстве. Этот фонд объединяет людей с разными физическими и душевными травмами. Но у всех одна цель – изящно парить на паркете, быть счастливыми и добиваться успехов, несмотря ни на что. Юлия Самусенко, Максим Гурбович, телекомпания СТВ.